Открытая студия Людмила Александровна Позвольте я зачитаю повестку, которая у меня здесь в техлисте приведена, от которой мы уже построим весь наш с вами диалог. В комитете по образованию начали формировать группы детей для отдыха в оздоровительных и санаторно-оздоровительных учреждениях, расположенных на Черноморском побережье Краснодарского края. Все верно? Все верно. Ну, давайте тогда начнем с самого интересного, самого важного. Сколько юных северян? Какое количество детей отправится в эти санаторные лагеря? Ну, наверное, нужно начать с того, что через несколько дней начнется лето, и начнется очень важная оздоровительная кампания, именно летняя, потому что она самая сложная. Она длится три месяца. В оздоровительной кампании города Мурманска есть несколько направлений. Это и городские оздоровительные лагеря, это отдых и оздоровление детей в здравницах и оздоровительных учреждениях Мурманской области. Но самый, наверное, сложный процесс – это комплектование организованных групп детей и отправка детей в оздоровительные учреждения, санаторные оздоровительные учреждения за пределы Мурманской области. В этом году, как, в принципе, и в прошлом году, может быть, немножечко чуть-чуть побольше, мы отправляем 2000 детей. То есть планируется отправить за три месяца 2000 детей, которые отдохнут в Краснодарском крае, на Черноморском побережье. И в этом году у нас это города Геленджик, это Туапсинские районы. — Извините, сразу хочу уточнить. Во-первых, неплохое весьма число. Это не как я себе представлял, если честно, человек 200-300, 2000 детей. Это солидно. Понимаю, почему вы говорите о том, что это будет самый сложный в организации процесс. А скажите, это дети из города Мурманск конкретно или мы берем всю Мурманскую область? — Нет, это город Мурманск. То есть Министерство образования Мурманской области предоставило городу Мурманску такое количество путевок. И в настоящее время мы реализуем эти путевки. То есть мы готовим детей, принимаем заявления родителей для того, чтобы отправить их в первую, вторую, третью, четвертую смену. Потому что дети будут отправляться и в июне, и в июле, и в начале августа уже на последнюю смену. Поэтому это очень сложный процесс. Нужно сказать, что вот 2000 детей, это мурманские школьники, среди них почти 900 детей, это детей, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Потому что есть определенная категория детей, я еще раз повторяю, дети, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Они в этом году у нас будут отдыхать в Туапсинском районе. Я посмотрела сама на сайтах, очень интересные, очень хорошие здравительные учреждения. Но чем отличается данная категория детей, отдых их? Они отдыхают совершенно бесплатно. То есть они отдыхают за счет областного бюджета. 900 человек, да? Почти 900 человек, да. Ну, если уточнить, я сейчас вам скажу, это 887 детей. Да, психологически 900. Да, и они отдыхают за счет областного бюджета. И родители, единственное, оплачивают питание в пути этих детей. А так, конечно, это очень хорошая льгота, это очень хорошая защита вот такого малообеспеченного слоя населения. И это дает возможность детям из малообеспеченных семей, из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, обеспечить отдых своего ребенка. Ну, собственно, возможность все-таки увидеть лето, каким оно должно быть. Не только увидеть лето, да, но и покупаться в Черном море, покушать фрукты, ну и вообще очень с большой пользой провести свой отдых. Скажите, пожалуйста, а я просто вот как человек, допустим, еще бездетный, да, то есть точечно я с этой всей программы, с системой не знаком. Как давно такие дотации от правительства существуют? Ну, я не знаю, вот сколько я работаю начальником всегда, но я бы хотела еще обратить внимание на следующий факт. Все дети, которые у нас отдыхают в здравительных учреждениях Мурманской области, а у нас их тоже достаточно в Мурманской области, это и санаторий Лапландия, это Изабелла, это наш лагерь Ганвик знаменитый, это санаторий Тамара, дети отдыхают абсолютно бесплатно, несмотря на, будем говорить, материальное положение семьи. То есть это тоже очень такая большая социальная защита населения города Мурманской. Но вот остальная часть детей, да, за исключением вот этих вот детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, они отдыхают за счет родительских средств. То есть родители платят 25% стоимости путевки. Родители оплачивают 25% стоимости путевки, оплачивают стоимость дороги к месту отдыха и обратно, и питание детей в пути. Но это где-то у нас получается общая стоимость 25 тысяч. Все вместе. Дети отдыхают 21 день. Мы их отправляем организованными группами. Это вот смена. На смену считается 21 день? Смена 21 день. То есть мы выезжаем заранее, ну, если говорить таким простым языком, и сопровождают в обязательном случае педагоги, сопровождающих детей мурманских, значит, вернее, сопровождают мурманские детей мурманские педагоги. То есть мы формируем, будем говорить, сопровождающих. Мы их привозим к месту отдыха, и когда заканчивается смена, мы едем туда, забираем наших детишек и привозим опять Мурманск и передаем нашим родителям. Скажите, а в одну смену сколько входит детей? Просто получается, вы сказали, что будет 4 смены. Я все правильно понял? Да, да. И у нас такое большое количество, 2000 человек. Ну, смотрите, иногда идет целый состав. Это может быть там, он же состав по Мурманской области идет. Например, мы отправляем своих, ну, например, 250 человек, да. Следующая смена тоже там 200 человек. Но, например, если это категория трудная жизненная ситуация, они могут поехать, например, в какую-то другую дату еду, там, например, ну, 120 человек. В общей сложности вот с последними заездами в августе это получается вот такая вот... Я объясню, почему спросил, заострил на это внимание, потому как, когда мы говорим о лагере, скажем, ну, вот уже на месте, да, знаете, вот эти блоками разбиты бывают лагеря такие, там, спортивные иногда. Там, скажем, 50 человек, и к ним приставлено условно два сопровождающих. Больше. Вот, просто такими числами оперируем, цифрами 250, 120. А сколько представлено педагогов, соответственно, к таким составам? Очень много. Ну, смотрите, вот, например, едет группа, ну, будем говорить, например, ну, возьмем 120 человек, например. Вот, считайте, вот, группа 8 человек на 8 человек определенного возраста детей, уже один сопровождающий. Поэтому... Получается, в общем... Много очень сопровождающих. Потому что наступает время отпусков, да, и у нас педагоги тоже должны успеть отдохнуть за лето. Все мы люди. Вот, ну, в любом случае мы, как бы, стараемся эту задачу решить, решаем ее. Вот, здесь уже подключаются и учителя, и педагоги дополнительного образования, тренерский состав. То есть, решаем эту задачу. Ну, мы еще чуть-чуть поговорим о теме сопровождающих, но чуточку позже. Когда, получается, будет первый выезд? Первый выезд, когда начнется? Первый выезд уже 28 мая у нас уезжают дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Вот совсем-совсем на следующей неделе. Ну, вот уже на следующей неделе выезжают. И вот все желающие, которые хотят отправить детей вот в этот лагерь, который мы сейчас... Ну, достаточно много информации родители имеют. Вот, у нас, в принципе, сегодня последний день приема заявления. Завтра, наверное, еще последний день. Потому что мы же не только принимаем заявление, мы еще и билеты должны все-все сделать, как организаторы. Вот, следующая у нас смена 1 июня уезжает. Это детишки, которые у нас не в трудной жизненной ситуации едут, которые родители оплачивают. Это где уже 25% идет оплата. Да, да. И потом, вот, 21 день проходит, и начинается конец июня следующая, вторая смена идет, потом дальше и дальше. До конца. Ну, последнее заезд у нас где-то будет в начале августа. 8 и 3 августа. А скажите, пожалуйста, а какой возраст детей подразумевает их возможность отправиться в лагерь? Ну, вообще, как бы, по закону мы имеем право, вернее, это льготы могут пользоваться, не льготы, а услуга. Услуга и возможности. Могут пользоваться дети от 6 до 18 лет. Вот. Иногда родители отправляют, конечно, маленьких детей, но я все время, когда разговариваю с родителями, общаюсь, да, я говорю о том, что все-таки маленькие дети, ну, нужно воздержаться, потому что некоторые вот отправляют первоклассников, которые совершенно не готовы находиться в коллективе, без мамы, без папы, не очень хорошо ориентируются в быту, там, потому что, ну, все равно это уже они одни, без родителей, это сложно. Многие родители, извините, что переведу, многие родители считают наоборот, чем раньше. Это, знаете, как учили плавать, там, в наши времена. Бросили воду и поплыл. Да, 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 да. Даже на примере, например, мой старший брат, у нас 5 или, да, 5 лет разницы, я просто пытался вспомнить, 5 или 6, его также в первый класс отправлялся в лагерь. Нет, ну, это как бы не запрещено. Говорят, что это мотивирует учить самостоятельности ребенка. Ну, опять же, мне кажется, зависит от индивидуальной ситуации в семье, то есть, какой ребенок. Вот. Некоторых, может быть, это и нормально, и хорошо, но дело в том, что, я как бы практик, я была в таких лагерях, я была в свое время в Анапе, несколько лагерей смотрела, где наши отдыхали мурманские дети, и видела вот этих малышей, да, которым там 7 лет, и которые совершенно не приспособлены жить без мамы и без папы, вот, они... Растерялись, паниковали, переживали. Да, им было очень сложно, и было сложно руководство лагеря, было сложно с этими детьми, поэтому я все время, когда мне задают вопрос, с какого возраста, я все время говорю, ну, немножко постарше. Ну, опять же, это желание родителей, желание родителей. Ну, в любом случае, по закону, с 6 лет, первоклассника можно уже отправлять. Скажите, пожалуйста, а в каждой смене отправляются сразу все возрастные сегменты, или идет какая-то градация? Сразу все. Нет, не идет. Сразу все. То есть подбираются преподаватели, они следят и за теми, кому будет там 8, и, условно, за теми, кому уже 18 лет. Понимаете, дело в том, что мы не подбираем преподавателей, мы только сопровождаем. Это очень важно. Мы только сопровождаем до места. Дальше мы передаем детей оздоровительному учреждению, администрации оздоровительного учреждения, и тот лагерь, который уже принимает наших детей, полностью несет ответственность за этих детей. Он дальше формирует отряды по возрасту, правильно вы сказали, значит, может быть, по интересам. Мы уезжаем. То есть мы оставили детишек, уехали, и только вернемся, заберем, и когда закончится смена. Скажите, пожалуйста, а родители могут заранее связаться, не только посмотреть на сайте информацию, фотографии, но заранее связаться с администрацией на месте лагеря, пообщаться с ними, решить какие-то вопросы? Могут, конечно. Дело в том, что мы же на образовательном портале у себя, да, мы уже давно разместили все лагеря, которые, куда поедут дети. То есть, в принципе, всегда и в интернете все есть телефоны. Вот я сегодня даже просматривала еще раз, есть телефоны, можно переговорить. Но родители должны знать, что в каждой смене находится уполномоченный от Мурманской области тот человек, который имеет постоянную связь с министерством, с комитетом по образованию. Родители могут позвонить ему на телефон, потому что на образовательном портале у нас обязательно будет фамилия, имя, отчество этого человека, и телефон. Родители очень беспокоятся. Я как раз поэтому и уточнил вопрос. Я ведь знаю, какой уровень доверия возникает у родителей, когда речь идет о его чаде. Конечно. И когда они знают, что есть уполномоченный, который должен следить за своими детьми, за нашими мурманскими, ну и вообще Мурманской области, да, смотрит, где наши детишки спят, как они кушают, то есть, как проводят время, где купаются, да. Ну, и он постоянно имеет связь с родителями. То есть, и я вам хочу сказать, что у нас уже настолько в Мурманске отработано, если родители, у нас есть телефон горячей линии, родители это знают, он у нас на образовательном портале тоже есть. Мы можем, они могут с нами связаться с комитетом, мы в течение короткого времени связываемся с руководством лагеря и даем полную информацию родителям о детях. Спасибо большое, это важный момент, который хотелось подчеркнуть. Это очень важный момент. Что, несмотря на то, что дети выезжают в другой город, в другую область, там, в другую, а для северян, для представления жителей севера вообще едва ли не другое полушарие, потому что всё, там уже совершенно другой климат, всегда будет представитель Мурманска, который будет всегда на связи. Условно говоря, как же организм на короткой ноге, с которым можно будет связаться по любому вопросу, чтобы не беспокоиться лишний раз. Но они будут защищать интересы наших детей. Безусловно. Подробнее на тему отдыха в летнем лагере мы пообщаемся уже после короткого рекламного ролика и ответим на вопросы, которые продолжают приходить к нам на наш электронный мессенджер. Не переключайте ФМ-волну и свой телеканал, мы скоро вернёмся. Продолжает своё вещание открыт студия? Да, всё, подложку услышал, можно говорить. Итак, друзья, это открытая студия, меня зовут Николай Дукмос. Напомню, что в гостях у нас начальник отдела воспитания дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитет по образованию администрации города Мурманск, Ананьяна Людмила Александровна. Мы успели в первой половине программы уже достаточно подробно обсудить, как будет осуществляться вывоз детей в лагеря Краснодарского края. Будет четыре смены, стартуют они уже 28 мая на следующей неделе. И количество детей, которые в этом году побывают в замечательном солнечном Краснодарском крае, сможет искупаться в морях, озёрах, в общем, порадоваться жизнью, так сказать, увидеть лето таким, каким оно должно быть, это практически 2000 человек. 900 из которых это дети, которые поедут туда абсолютно бесплатно из семей в затруднительные ситуации. Инициатива очень благородная и безумно радостная, что такая возможность вообще у мурманчан существует. Дорогие друзья, чтобы связаться с нами и задать свой вопрос, вы можете позвонить по номеру телефона 99-45-45 или отправить сообщение на любой из наших интернет-мессенджеров плюс 7-921-708-2006, соответственно. У нас есть пара вопросов, которые пришли к нам как раз на один из наших этих мессенджеров, на WhatsApp, кажется. Вопрос первый задаёт его некая Анна. Можно ли дать ребёнку мобильный телефон, чтобы быть всегда с ним на связи? Ну, вообще-то не запрещается. Это не запрещается абсолютно. Мне кажется, такого вообще вопроса даже не может быть. Может быть, это стереотипное представление о, знаете, о военных лагерях каких-нибудь. Нет, нет, нет. Я знаю. Это с военной подготовкой, когда забирают все гаджеты, только спорт. Возможно, такой, знаете, вопрос с этим связанным. Потому что, когда наши дети приезжают, на какой-то период руководство лагеря, ну, например, телефоны могут на несколько дней или на один день два забрать. Почему? Объясняю. Потому что, ну, в любом случае, мы не можем говорить, что всё отлично. Могут там быть случаи, там, воровства или ещё что-нибудь. Но такого, чтобы не было, что ребёнка отправляли без телефонов, такого вообще никогда не было. Дети всегда были с телефонами. Нет, я-то лично считаю, что ребёнка… И им дают возможность позвонить родителям, позвонить домой. Нет. Очень сложно в 21 веке ребёнка ограничить. Да, ну, конечно. У нас есть ещё один вопрос на мессенджер и есть звонок прямо сейчас. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Так, меня зовут Антон, я из Мурманска. Здравствуйте, Антон, слушаю вас. Подскажите, пожалуйста, что попадает в выделение в трудную ситуацию? Вот, детей отправляем без паса, которые на курорты. Точно могу сказать, что осталось буквально два дня сегодня и, возможно, завтра вы сможете подать. А вот куда нам ответят наши гости? Слышите меня, да? Да, Антон будет наслышать. Значит, я вам предлагаю сделать звонок сегодня после обеда по телефону 40-26-65. 40-26-65. Это горячая линия. Вас полностью проконсультируют. То есть вы совершенно спокойно можете подать заявление уже на вторую смену сейчас. На первую смену вряд ли вы успеете, но на вторую смену, на третью, можете заявление подать. Специально для Антона и тех, кто подключился к нам только что, четыре смены будет поездок на все лето рассчитанные. Первая с 28 мая стартует и ближе к концу июня. 21 день длится смена, то есть полноценный практически месяц. Вторая смена будет в конце июня, так что успеть еще можно. Мы ближе к завершению программы еще раз озвучим номер телефона горячей линии, где можно узнать подробности. На данный момент это 40-26-65. Для тех, кто хочет еще успеть, друзья, есть буквально у вас полтора дня, но я вот так сокращу, что для нашего человека, нашего брата, чем дольше оттягиваешь, тем позднее будет совершен звонок, а все мы знаем, к чему это может привести. Есть еще один вопрос от наших радиослушателей. Возможно ли отправить ребенка с ОВЗ в летний лагерь? Или может быть есть отдельная программа для отдыха особенных детей? С ОВЗ? Да. Нет, ну таких у нас, ну по крайней мере в организованной группе, которую мы отправляем, то есть нет. Но есть у нас лагеря для детей, но только там не ОВЗ, с ограниченными возможностями здоровья. Ну да. А, ОВЗ, да. То есть я бы советовала тоже вот обратиться по этому телефону, у нас есть такие случаи, когда мы отправляем в санаторий, только не в лагере, а в санаторий детишек с ограниченными возможностями здоровья детей с инвалидностью. Такие случаи есть, да. Я предполагаю, что это индивидуальные вопросы. Это индивидуальные вопросы, но можно обратиться, то есть у нас практика такая есть. Хорошо, друзья, номер тот же, звонить. Вообще, насколько я понимаю, вся информация на открытом доступе есть в интернете, на сайте образовательного На образовательном портале все можно почитать, да. Да, ну найти его несложно, образовательный портал уже Ну и в комитет по образованию, я вам хочу сказать, любой звонок, вам любой ответит на любую информацию по отдыху сейчас. Спасибо большое, что разъяснили этот момент. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что, собственно говоря, помимо наслаждения солнышком и купания в морях дети будут делать в лагере. Какая программа отдыха запланирована? Ну, вы знаете, вообще это сейчас не только и в этих лагерях, и в наших городских лагерях готовится определенная программа. Конечно, это программа и культурная, и познавательная, и спортивная. То есть в любом лагере есть определенная программа, которая должна быть выполнена. Значит, ну, прежде всего, вот по опыту, зная наши лагеря, которые находятся за пределами Мурманской области, это большая экскурсионная программа. Потому что южные города вообще очень интересные, с хорошей историей. Вот музеи посещают дети, картины, галереи. То есть, ну, достаточно хорошая такая культурная программа. Очень много спортивных мероприятий, потому что, когда идут конкурсы по отбору тех оздоровительных учреждений, куда идут наши дети, очень большое внимание уделяется спортивной инфраструктуре. То есть очень важно, чтобы было там волейбольное поле, баскетбольное поле, значит, футбольное поле, то есть спортивная площадка, тренажеры, чтобы дети могли не только купаться, но и заниматься спортом. Вот. Кстати, вот в этих лагерях это все присутствует. То есть это большая спортивная, различные конкурсные мероприятия, дискотеки каждый вечер, то есть, ну, определенные программы всех оздоровительных учреждений. В общем, как взрослый человек у нас привык отдыхать в Турции, только то же самое, только в родных краях и с акцентом на здоровый образ жизни. На здоровый образ жизни, конечно, с акцентом все-таки, что это дети. Ну, это безусловно. Понимаете. Конечно, конечно. Значит, общая суть такова. Это мероприятие культурного плана, это очень большой спортивный, пластовый спортивный сегмент, в котором ребенок может, естественно, по желанию участвовать. Я думаю, желания возникнет, потому что совершенно другой воздух и другой климат, там всегда хочется двигаться активнее, интенсивнее. И наверняка какие-то есть моменты для исключительно свободного времяпровождения. Я имею в виду, то есть приезжая ребенок будет все время в темпо-ритме, который установлен программой? Конечно, программой. Но и потом, вы не забывайте, там же тут же наши дети, это ведь не только мурманские, там же приезжают из других регионов. И очень важно познакомиться с этими детьми, да. И когда проходят мероприятия, то есть там могут быть и мурманские, и рязанские, и московские, там и Петербург, понимаете. То есть там программы достаточно интересные, насыщенные, очень интересные. Наводить связи, пообщаться, познакомиться. Это очень важно, да. Я бы хотела еще обратить внимание, потому что родители часто задают вопрос по двум вопросам, вернее, по двум темам. Питание, да. Я вам скажу, что питание очень хорошее. Это как раз был мой следующий вопрос. Извините, родители. Да, да, да. Да, 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 все правильно. Чем кормят? Да, кормят хорошо. Мы узнали, где, мы узнали, как, чем будут заниматься. Кормят очень хорошо. Вот городские наши лагеря всегда отличаются тем, что, ну, просто шикарное питание. Ну, посмотрите, вот наши городские лагеря в Мурманске, да, может быть, вот некоторые жители города не обращают внимание на такой факт, что в течение уже многих лет администрация города не повышает цену на путевки. У нас 21 день стоит всего 1050 рублей. Мне иногда родители говорят, это день один стоит 1050, а мы говорим 21 день, 1050 рублей, понимаете. 1050 рублей, это... 21 день. Это вязанку овощей купите в гипермаркете сейчас. Ну, вот представьте себе, что мы 21 день, вот у нас двухразовое питание, и при этом питание просто очень хорошее. На первом плане это фрукты и овощи. А вот выездные лагеря, мне тоже приходилось посмотреть, как там кормят наших детей. Хорошо кормят. Во-первых, очень много овощей. На столах всегда салаты, и помидоры, и огурцы, и черешни, вот все, что есть, и зоны, и фрукты, и овощи, все обязательно на столах. Кормят хорошо, кормят вкусно. Ну, за этот вопрос тоже можно не беспокоиться. У нас осталось буквально полтора минутки до завершения эфира. Я не уточнил у вас еще один момент. Какое количество лагерей, и как они называются, чтобы родители могли уже сейчас в интернете посмотреть, будет встречать наших детей? Ну, давайте вот я сейчас все-таки пройдусь. Значит, у нас в этом году Лазуревый берег. Так. Это город Геленджик. Это где родители платят 25% за стоимость путевки. Это санаторный оздоровительный лагерь. Он подразумевает не только получение ребенка отдыха, но и определенные медицинские процедуры. Отлично. Массаж и так далее. Значит, это у нас санаторный оздоровительный лагерь Золотой Колос, Туапсинский район. И оздоровительный лагерь Юбилейный, тоже Туапсинский район. Туда поедут детишки, которые оказались в сложной жизненной ситуации. И родители, которые платят 25%, у нас отправят своих детей тоже в Лазурный оздоровительный лагерь, тоже, который находится в Туапсинском районе. Вот чем отличается прошлый год, вернее, этот год от прошлого. У нас раньше была все время Анапа. А теперь мы перешли в Туапсинский район. Туапсинский район, Геленджик. Геленджик, да. То есть, вот это очень интересно. И мы тоже как бы впервые сталкивались с этими лагерями и надеемся, что все будет очень хорошо. Уважаемые родители, помните важный момент. Ваш ребенок может все лето просидеть в планшете или глядя в мерцающий экран монитора или познакомиться с детьми со всей России, повысить свой иммунитет, заняться спортом, найти новое хобби и просто провести время. Ну, я не буду подбирать выражения культурные. Обалденно. Помните об этом и всю подробную информацию вы всегда можете узнать по номеру телефона 402665 или на информационных порталах, на обозначенных сегодня. У нас в гостях была Ананина Людмила Александровна. И прямо сейчас мы завершаем наше вещание. Всем всего доброго. Спасибо. Спасибо.